Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кубань – первая среди регионов России в сфере охраны труда. По итогам всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий охраны труда «Успех и безопасность» Краснодарский край стал победителем. По словам вице-губернатора Анны Меньковой, цитирую, «эта награда подтверждает правильность выбора вектора работы по охране труда в Краснодарском крае». Конец цитаты. Подземный переход в Анапское – серьезное инженерное сооружение. Подрядчики прилагают максимум усилий, чтобы сдать в срок невиданный доселе на Анапской земле проект. Глава Анапы Сергей Сергеев интересуется темпами и качеством работ регулярно. За этим ограждением идут сложные технологические процессы. На площади в 2000 квадратов тяжелая техника укладывает основания для будущего пешеходного перехода. Сроки сдвинулись из-за укрепительных мероприятий, но безопасность и комфорт на первом плане. Да и вода не приходит. Откачиваем. Откачиваем. Идет, идет. Все равно стоит. У нас догонос, что никуда не делся, так и будет. А в переходе слышу вода? Ни в коем. Ни в коем. Серьезная гидроизоляция. По периметру чаши перехода установлено 168 шпунтов, специальных конструкций, защищающих сооружения от подземных вод и обрушения грунта. Рабочие заливают бетонные основания и армируют днище. Уложены дренажные трубы. Водоотведение – очень важный этап реализации проекта. Уложимся. То есть, в каком уровне? У нас 20 мая. 20 мая мы сделаем все, чтобы оно было. Для автомобилистов остро стоит вопрос движения по Анапскому шоссе. Приближением лета градус недовольства растет. Сергей Сергеев предлагает подрядчику не ждать окончания стройки, а как можно быстрее открыть этот участок дороги. А вы как планируете пустить транспорт, а здесь заниматься ограждением? Ну, если мы что-то самое, мы сделаем, я считаю, что это в первую очередь сделаем компетенцию. Чтобы открыть движение? В крайнем случае, да. А здесь огородят? Да. А тут уже, допустим, на производитель отделки уже нам не нужна эта вся площадь. Мы спокойно можем разгородиться и уже заниматься отделкой. Реализация важнейшего проекта на ежедневном контроле главы курорта. Сегодня в Анапе городские коммунальщики приступили к капитальному ремонту малой сцены летней эстрады. Благоустройство полным ходом идет и на улице Ленина. Новая разметка появилась на пешеходных переходах в районе Протапова, Крепостной и Кирова. На улице Шевченко красят бордюры. Заканчивается работа по замене секции ограждения на набережной. Напомню, обновят почти полкилометра конструкции. Также в ближайшие дни предстоит закончить работу по укладке тротуарной плитки на улице Горького. Депутат Госдумы Иван Демченко на встрече с жителями Анапы пообещал подключиться к ремонту бассейна «Виктория», который ведут городские власти. Парламентарий рассчитывает, что объект будет сдан к 1 сентября текущего года. Депутат знакомится с городом, который недавно включили в его округ. Демченко отметил, что анапчане, предлагая свои идеи, мыслят масштабами региона, а то и всей страны. В зале наиболее активные жители Анапы, в том числе представители территориальных органов самоуправления, общественники. Иван Демченко отметил, что ряд вопросов, которые задавали участники встречи, оказались актуальны не только для города, но и в целом для страны. В частности, директор школы из станицы Анапской отметил, что бюджетные деньги, которые выделяются на ремонт школ, зачастую приходят к концу года, а пик работ приходится на летние каникулы. Вопросы, конечно, ставятся интеллектуально грамотные, высокого уровня. Я так думаю, значит, что мы будем обязательно по школам, по летнему ремонту школ, будем выходить с законодательной инициативой от нескольких областей сразу, в том числе от нашего края, в Государственном Думе, чтобы придать этому вопросу очень большой вес. Работники культуры просят узаконить династии, потому что ситуацию, когда директор и хореограф или руководитель кружка являются родственниками, прокуратура трактует как конфликт интересов, то есть ситуацию, потенциально опасную с точки зрения коррупции. Демченко отметил, что надзорный орган работает с тем законодательством, что есть, однако считает, что законы нужно менять, потому что в культуре, образовании, медицине многое держится как раз на династиях, особенно в малых городах и сельской местности. У прокуратуры есть, конечно же, более серьезные вопросы, чем борьба с династиями в домах культуры. Это мое личное мнение, но этот вопрос мы будем выносить, я буду лично выходить с законодательной инициативой. Анапа – новый город в округе Ивана Демченко, за которым также закреплены Абинск, Крымск и Славянск-на-Кубани, а также Темрюк. Давайте это взаимодействуем втроем, возьмите координаты, потом ко мне зайдете. Я покажу наш эскизный проект. На первую очередь инвестор у нас есть. Мы входим в стройку уже этим летом. А ну-ка дай-ка мне телефон свой и мой запиши тогда. Депутат Госдумы, городской парламентарий и заместитель главы города-курорта решают, как лучше обеспечить строительство дайвинг-центра для людей с ограниченными возможностями. В муниципалитете говорят, что отношения с новым для Анапы представителем федеральной власти складываются конструктивные. Сам депутат отмечает, что будет исполнять обязанности до 18 сентября, срока, когда истекают полномочия нынешнего состава Госдумы. До этого момента он пообещал городским властям, которые оплатили проектирование ремонта бассейна «Виктория», профинансировать сами работы. До 1 сентября мы постараемся бассейн сдать. Как это может быть такой город, как Анапа, наш, всесоюзная здравница, будем говорить, и быть без бассейна. Говоря об Анапе, Демченко подчеркивает свою причастность – наша Анапа. В аудитории отметили, что он уже достаточно глубоко погрузился в проблемы города-курорта. Я смотрю, что он в теме, да. Потому что, видимо, он уже приезжал у нас, здесь был, общение было по сельским округам. Я смотрю, он уже проехал, уже многих даже глав сельских даже знает. Поэтому я считаю, что этому человеку можно доверять. Впечатление, надо сказать, неплохое, потому что человек работает, имеется опыт, и сам вышел, так сказать, от инженера до предпринимателя и дошел до нашей государственной думы. Значит, можно ему верить, потому что есть опыт, есть знания. В частности, Демченко поддержал инициативу городского парламентария Леонида Красноруцкого о включении пляжей Анапы в реестр особо охраняемых территорий. А с дефицитом электричества депутат Госдумы предложил бороться с помощью солнечных электростанций. Хотя это и означает достаточно большой объем инвестиций, но курорт и должен оставаться таковым. Более 900 миллионов рублей будет направлено в этом году на субсидии на молоко кубанским сельхозпроизводителям. Только за первый квартал года в Край запланировано выплатить более 300 миллионов рублей субсидий на реализованное или направленное на собственную переработку молоко. В текущем году этот вид субсидий впервые выплачивается ежеквартально из расчета 1,54 рубля на килограмм молока высшего сорта и вдвое меньше за молоко первого сорта. Сумма оказываемой господдержки по сравнению с прошлым годом выросла на треть. Всего в 2016 году регионам на развитие и поддержку отрасли животноводства будет направлено почти 3 миллиарда рублей. Бороздить моря и покорять стихии – мечты всех ребят анапские школьники воплощают в жизни. Участники проекта «Яхт-клуба» имени Ушакова получили право выйти в море. В феврале по инициативе Центра спортивной подготовки в секцию парусного спорта приняли 22 школьника. В течение двух месяцев ребята в возрасте от 8 до 16 лет изучали все тонкости парусного искусства, узнали разницу между морским курсом лодки и яхты, как правильно поймать ветер, а в минувшие выходные лучшие ученики получили возможность самостоятельно выйти в море. Группы для развития массового детского спорта были набраны в этом году по программе губернатора Кубани. В настоящее время тренировки продолжаются. Основная цель работы – доступный спорт и сотни детей, которые раскрасят горизонты моря парусами. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова